Слава Иисусу Христу! Так что благословение Господне всех вам! Сегодняшнее собрание служения будет предсоборное, а уже следующее собственно соборное. И понедельник, вторник, 30-31 октября, я буду на левом берегу проводить заседания онлайн. Подключайтесь, в прямой трансляции подключайтесь. Пусть Бог благословит всех вас во имя Иисуса Христа. Аминь! Аминь! Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Слава нашему Спасителю Господу! Всех приветствую! И сегодня на самом деле день спасения, день милости Божьей, день Божьей любви. И я очень, не знаю, каждый раз вот тронут вот этим исповеданием, которое Бог дал от Отца Иисусею, слава Богу, из Божьего Слова. Потому что, на самом деле, да, кстати, пересматриваю я тоже опять видео этого Джен Пирсон, значит, и, как его зовут? Принц, Джозеф Принц. А, Джозеф Принц. Надо, рекомендую, настоятельно рекомендую. Много разных проповедников, много хороших очень проповедников. Я очень люблю много слушать разных проповедников. Знаете, значит, но Бог порой берет, на самом деле, молодого такого, да? Служителя, и через него такие, на самом деле, мудрые очень вещи говорит. Вот, и, знаете, как... Сегодня, кстати, особенный такой тоже день. Я молю Бога о следующем воскресном собрании нашем, о соборе. Молю Бога о том, чтобы вот в это время, до 500-летия реформации, да, Божьего такого деяния, такого вспоминается. Сегодня реформация, она действительно набирала еще больше народа. Потому что реформация, это не выдумывание чего-то нового. Это возвращение к старому, к основанию. Вот то, что сейчас вот отец Алексея говорил, это не новое учение-то, это не новая вера какая-то, знаете ли, значит... Хотя она звучит как новая для многих, вот, ушей, и, значит, на самом деле, я вот вырос... Но это хорошо забытое старое. Я вырос в традиции, допустим, религиозной, православной определенной традиции, как служитель. И, конечно, значит, тогда нам говорили совсем другое. Вообще, совершенно иную нам говорили. Абсолютно. Нам говорили, что многие, вот даже вот эти духовные отцы, двумяники, к кому я приезжал на исповедь, молодым человеком тогда, вот, 30 лет назад, начиная свое служение в церкви православной, в храмах служил в одном-другом храме, в городе Орле, потом в селе Лепешкино, там, возле Орла, в 87-м год, в 88-м год, как раз вот, получается, 30 лет назад. И, значит, и, знаете, приезжая, духовно, как бы, опытным, я считал, ну, священником, не только я считал, вообще, к ним все приезжали на исповедь, а потом к всесоюзным батюшкам приезжая, вот, на ум, Кирилл тогда славились, на весь Советский Союз славились они тогда. Их так и назвали, все союзные батюшки. То есть, со всего тогда Союза приезжали, ну, множество там людей приезжало, сотни, ежедневно сотни людей. Некоторые даже по 2-3 дня просто там находились, ожидали, как бы, аудиенции какой-то, знаете ли. Ну, на ум, Кирилл, там еще был отец Герман, там, чесноков, там, бесы вгонял, который, вот, значит, а вот на ум, Кирилл больше, как бы, ну, проще говоря, консультировали больше. Вот, общались. Я имел, вот, честь быть возле наума, некоторое время даже, он меня как-то выделил из семинариста, но это потом уже было. А так приезжал на исповедь, и обычно, что я слышал от старцев, от духовников, не прощай себя. И вот этим самым, как бы, вот, ну, как бы, заработаешь прощение, Бог может тебя простить. Вот главное, жить в непрощении. Вот, значит, и очень странно, конечно, все это. В пример ставились обычно святые отцы, древности отцы, которые всю жизнь хаялись, всю жизнь они, вот, значит, как бы, это, знаете, в том, как она, притча, анекдот, короче, значит, когда там, это, малыша верующие, значит, родители привезли к бабушке и дедушке, значит, ну, которые еще, так, не сильно верующие, но на пути, короче, значит, и потом, вот, внука оставили, значит, и забирает потом его, значит, уже, значит, и это, бабушка говорит, что ж он мне весь день говорит, молись и кайся, молись и кайся, молись и кайся, короче, уже, и покаялась, и помолилась, так нет, он тебя просил, малыша Карлоса, малыша Карлоса, а то и случится, молись и кайся, молись и кайся, вот, значит, и вот, он мне, ну, вот, на самом деле, мы жили так, вот, как бы, молись и кайся, молись и кайся, вот, значит, нет, покаяние хорошая вещь, Но слово такое неправильно употребленное, как бы совсем другое звучание имеет. Вот в чем дело. Не как просто обращение к Богу, а как именно выглядело оно в моем христианстве прежнем, оно выглядело как образ жизни, самоуничижение такого и осуждение постоянного, осуждение. Вот, знаете, я помню какая депрессия, ну 2-3 дня точно было у меня такое состояние, депрессивное состояние. Когда я прочитал учебник, а я имел такую привычку всегда, еще со школьной скамьи, когда учебники новые выдают на следующий год, то я некоторые учебники прочитывал сразу. Вот у меня были такие, особенно по истории, допустим, да, я его сразу первым прочитывал, сразу буквально, день-два я полностью, вот как бы мне очень интересно, то есть те темы, которые мне нравились, я их прочитывал сразу. Вот, значит, и этот учебник по сонтереологии, по учению о спасении, я его один из первых прочитал, Сергия Строгородского, значит, ну классика, как бы, в русскоязычном мире считается классика. Еще до революционные издания, репрессивно, нет, нам было потом переизнано, тогда еще, нет, у нас даже первых не было таких учебников, они просто под копирку на машинке были набраны, там, в такой папке такой. Это потом уже появились уже, где-то в 89-м, 90-м уже появились уже вот такие уже печатные. Значит, и знаете, я прочитал на свою голову этот учебник, на свою беду, плюс еще в приложениях, нему же, ну там кто-то, видимо, занимался, кто быстро печатал, наверное, под копирку, да, что не было же этих сервисов, там у нас там ничего, не было этого. Вот, значит, под копирку все было. Были листы, хорошо читаем, были листы, плохо читаем, мы там, значит, даже приходилось, да, там ручкой доводиться что-то. Вот, но, значит, в виде приложения была выписка отцов церкви, ну, как бы, наверное, самых известных отцов церкви, святых, мужей божьих, последние их минуты жизни, часы и минуты жизни, с чем они уходили вообще. То есть, кто-то ведь постарался, перелопатил там десятки, сотни, наверное, всяких житий этих святых, и подборки, где о последних минутах, с чем они умирали, как бы, да, сделал выписки все эти, и вот на отдельных листах, ну, с ссылочками все, как положено, грамотно все было сделано. Понимаете ли, когда я учебник этот открыл для себя, ну, к тому времени я понимал библейски, что, ну, да, я спасен, как бы, по умолчанию все это было в моей жизни, я понимал, что, да, Христос прорвил за меня кровью, потому что моя вера начиналась, в общем-то, со Слова Божьего-то, благодарю Бога за это. По крайней мере, до, вот, в 88-го года Библия была моей книгой, ну, жизни моей. Это потом, к сожалению, в процессе воцерковления Библия стала уходить из моей жизни, все дальше и дальше. К сожалению, так получилось. Потому что церковь, в которую я воцерковлялся, она Библии, к сожалению, в целом пренебрегала, к сожалению. И большинство священников были настроены даже, как бы, против нее. Хочешь, не хочешь. Вот. Вот, допустим, там, одному из священников я, значит, даже, там, ну, не могу, доставал его, там, вопросами. Мне просто было интересно, молодому человеку было интересно очень. А почему, допустим, вот, мы молимся уже, вот, за мертвых, за умерших, ну, как бы, как-то все с точки зрения, ну, Библии, все как-то глупо как-то. То, что мы делаем, как-то, ну, знаете ли, как мартышки очки, знаете ли, вроде как, что-то есть, но, вот, непонятно, как бы, зачем, что, почему. Ну, вот, ну, больше всего даже мне не это беспокоило. Меня очень беспокоило, как бы, знаете ли, я комплексовал так, вот, я не мог заставить себя, как бы, помолиться кому-то еще, помимо Господа, обратиться к кому-то еще. Вы знаете, как-то, это было так неприятно, тем более, что даже в Библии это называют, сравнивать с супружеской неверностью. Вот, значит, это, как бы, с прелюбодеянием. Израиль, когда, допустим, молился к Богу, то, значит, Израиль назывался верный, возлюбленный, приветствует, да, присаживайтесь, присаживайтесь. Вот, и, значит, ну, когда он начинал молиться кому-то еще, помимо Господа, не забывая, конечно, создатели, не забывали они его, помнили Бога Отца, да, безусловно, Абрама, Исаака, Якова, значит, Бога Отцов своих, помнили всегда евреи, но начинали молиться кому-то еще. И Бог послал пророков и обличал, вот, сравнивая их с неверной женой, знаете ли, супружеской изменой. И, вот, тогда я это очень четко понимал, что, как бы, ну, понимаете ли, пред его лицом молиться кому-то еще, это было так мне тяжело, вот. Ну, понятно, в церкви, как бы, там, там, поют, там, все святили, молите Бога, да, святитель очень такой, моли Бога, нас, там, Пресвятая Богородица, спаси нас, там, все, это все понятно, как бы, но подбивать я могу, но молиться, так, вот, ну, как бы, по-настоящему, мне это было очень тяжело заставить себя просто-напросто, шалом, приветствую, проходите, пожалуйста. Вот, значит, и, значит, и я у вас священника тоже рассказывал это, свои эти, вот, все свои эти опасения, все свои, там, сомнения, и, знаете, и он мне говорит, ну, вот, я ему объясняю, что, вот, Библию я читаю, да, вот, значит, и, ну, как бы, священников это насторажило, что я Библию читаю. Вот, честно говоря, очень сильно напрягало, вот, значит, и вот тот священник, к кому я обращался, как бы, за советом, пожилой человек, старец уже, у него дети все священниками служили, как бы, и он такой опытный был человек, как считался, духовник епархии, и он сказал, что, Сережа, вот, ты, как бы, вне церкви, ты насчитался Библией, как бы, вот, поэтому ты, как бы, вот, все понял, совершенно, как бы, ну, не так, как церковь, понимает. Ну, что ж, и потом мне как-то сказал, ну, ты что, ну, самые умные, что ли, вот, ну, представь, как-то, как-то не очень хотелось, как-то, знаете ли, потому что я привык, что это, как бы, это, значит, как бы, плохо, самые умные, как бы, ну, вроде, как бы, наверное, не самые, не знаю, значит, ну, я так, сам рассудил, может, читая Отцов Церкви, перечитывая тогда, как раз, значит, думаю, ну, что, на самом деле, что я самый умный, что ли, получается? сотни отцов церкви там 2000 лет уже прошло ну что и все понимали это так а вдруг я давно понятно пережил встречу с богом значит ну да значит стал читать библию значит ну как бы может что-то не так понял на самом деле может что-то не так не выцерковился и меня засыпал и один отец и другой священник засыпал литературой я и стал засчитываться и вот по мере изучения этих отцов церкви я ну как бы постепенно так приучил себя молиться кому-то еще вначале было стыдно вот просил бога прощения даже значит что просил что кому-то еще обращался а потом вроде ничего первый раз решить не как стыдно потом уже не так сильно стыдно потом уже вообще даже без стыдно все нормально вот а тем более что когда-то со всеми все вместе все это делают в церкви то как бы вроде как бы уже даже и нормально понимаете ли мораль церковная она порой очень сильно отличается от морали библейской и вот как бы да приветствую приветствую присаживайтесь присаживайтесь вот и знаете конечно да хотя до 91 года все-таки у меня приоритетно был господь но в 91 году во мне что-то надломилось вот став священником уже тогда именно действительно надломился внутри я я стал приоритетно я даже не заметил как-то прошло эти постепенно как-то постепенно само собой произошло что я просто приоритетно молился уже богородицы тем более что сами сами молитвы ей они знаете ли провоцировали к тому что вот солица моя предлагаем надежда моя богородица или допустим не имею я иной помощи и не имею надежды кроме тебя блудочится ты мне помоги на тебя надеюсь я твой есть раб твои мои рабы да не постудимся и многие другие молитвы заступница усердно рода христианского матерь бога всевышнего и многие другие молитвы не провоцировали меня вот к этому всему но даже не эти провокации я скажу самое сложное общение с бесами моей жизни она принимать или было вначале как бы очень такое простое такое знаете ли а потом оно что какое-то время я контролировал будем так вот этих бесов этих демонов но наступило время когда эти демоны стали меня контролировать уже то есть какое-то время я мог молиться и мог не молиться допустим кому-то еще кроме господа но приоритета все-таки держался вот иисус господь для меня все было понимаете ли но в девяносто первом году когда уже стал сам священником что-то изменилось незаметно я потом уже усек что это незаметно произошло что я уже не контролировал эту ситуацию уже меня контролировали вот и оккультный мир в который я погрузился религиозный мир он понимаете ли он вроде как прекрасный религиозный мир тоже как бы понимать или я не могу сказать что не было чудес были чудеса не было там каких-то таких духовных переживаний они были безусловно но понимаете ли павел пишет очень правильно что я не хочу чтобы были вообще не с бесами зачем а и наше общение с отцом сыном святым духом наше общение духа святого вот на небесовское общение общение духа святого это действительно это по слову божьему понимаете до девяносто шестого года в моей жизни вот период в такой деформации был очень серьезный и вот слава богу в девяносто шестом начался этап период моей жизни именно реформация то есть восстановление покаяние исправление и первое что как бы произошло в моей жизни тогда в девяносто шестом я вчера немного еврейской общине рассказывал чуть свидетельство значит что слово божье она заняла первое место в моей жизни вот это сова скриптура с чего начинается все как бы вначале было слово как ни крути вначале было слово и слово было у бога и слова было бог и все через него начало быть что начал быть и без него ничто не начало быть что начало быть вообще и в жизни человека знаете ли вот действительно не это ну иначе не может быть наверно действительно иначе никак и вот это слово оно вернувшись оно на самом деле преобразила после книги эрма штегина я прочитал познакомился с одним протестантом пятидесятником обменялись по литературами значит я взял книгу эрма штегина прочитал время начаться луздома божьего книги его и настолько был растроган этой книги потому что она была посланием по сути вот а христе а библии то есть вот ну именно направляла назад в будущее буду говорить направляла назад богу назад к себе назад вот именно описание как основа к основанию веры веры и я даже дала уже не читать тоже она тоже на революсном начиталась там и по коснулся очень сильно тогда через эту книгу вот а я давай библию свою искать не на славянском я же все эти годы читал конечно фрагменты как как каждый день какие-то фрагменты списания безусловно и более что-то касалось меня но я хотел найти свою библию ту самую на русском языке который читал изначально вообще которые до девяносто первого года моей было книги вообще и вдруг она ушла из моей жизни и значит да хорошо я нашел свою библию под стопкой самых нечитаемых книг вообще которые перевозили с прихода на приходом вот и открываю и вот эти чувства нахлынули на меня вот это первой любви к этому слову божьему и их знаете ли тогда вот ну пока не до 88 года я часто читал ее и плакал не мог сдержать значит слезы просто и она даже не там была вся покорублена такая просто вот и и и платье и вот снова нашел на библию открываю ее я не могу ничего прочесть от волнения вот такое было волнение пытаюсь и не могу ничего прочесть даже и представлять в этот момент я слышу голос на теле не брак не слышу голосовки на счет но как бы вот но тихий голос внутри прям какой-то вот такой голос как будто моя мысль но ты не моя явно мысль да я же ничего чтобы сам с тобой разговаривать тем более так оно было сказано что понятно было что это он говорит интересно и вот и внутри тихий голос такой и он назвал меня серёжа вообще так интересно не отец сергий там ваше преподобие вот значит но но самое интересное вот серёжей и не так хорошо так приятно что у меня знаете ли назвал серёжей не ошибся у меня у меня шестеро детей на чем меньше были туда что бывает бывает порой там коля нет сима нет и короче иди сюда когда заработаешься бывает путаешь вот а у него миллиарды и он не ошибается он не в этом вася петь алексей а планы и homo sapiens иди сюда я с тобой хочу поговорить и человек вот они понятно он говорит уже со человечески но он каждого знает ой даже волосы на голове у нас это ему все известно вообще удивительно конечно удивительная личность и при всем при этом он не разочаровывается в нас вот мы порой там даже немного узнаем как бы да этот мир вот мадам да сталь по-моему говорила так что чем больше я узнал людей тем больше люблю собак как бы да она под конец жизни разочаровалась во всем роде человеческом есть и полюбила чутка многих вот как бы значит но понимаете ли да люди чем больше познают мир как бы да еще тем больше в нем разочаровываются но самое интересное творец он не сказал все я вас разочаровался и вот я полюбил собачьи кошек а вы обезьяны идите в пещеру погибаете там значит нету он за нас действительно душой всей если он действительно любит свою любовь доказал нам к нам что отдал сына своего вот это не просто заместительный даже он самого себя отдал вот свою душу свою жизнь свою кровь и вот друзья вот интересно что серёжа у меня сказал во первых во вторых такая маленькая пауза образовалась и вот дальше слышу тихий голос мы как моя мысль внутри меня прям посмотри а я смотрю и смотрю книгу и ничего не вижу вот значит и дальше опять пауза это и вот опять та же мысль голос как бы опять говорит почему тебе было все хуже и хуже ты старался больше и больше а буду все хуже и хуже надо было вот это повторение то там 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 чаролок натере как эхо какой-то вот я так не могу ничего ему вообще сказать и дальше вдруг после какой-то пауза опять это мысли опять смотрю гиблию вижу но это опять мысль голос опять звучит потому что слово моё оно ушло из твоей жизни и все за что купил зато продал вот и больше не было все как бы она раз откуда пришло куда ушло но самое интересное началось сразу после того потому что когда это прозвучало внутри да как голос и мысли такой я я вдруг четко осознал в тот момент именно я очень четко понял это как в разговоре знаете вот он сказал да что-то ну а теперь он в ожидании я впервые жизни он так вот почувствовал шкурой будет чуть не физически физиологически прочувствовал спасибо как он на собаку страх чувствует или что-то еще допустим да вот все что-то ощущаю вот я прочувствовал что он вот сейчас бог он передо мной он ждет что я скажу ему и это было потрясающий момент такой в моей жизни вообще это революционный момент мэри моя информация началась именно момент я впервые после долгого перерыва потому что еще одного еще один момент до до восемьдесят седьмого восемьдесят восьмого годов я практиковал молитву своими словами потом из-за того что часто исповедовался причащался насчетом и ходил по духовникам на исповеди на общение со священниками я приучался по их вот как бы настоятельной рекомендации приучался к молитвеннику к акафистнику каноннику то есть книгам расписано расписанных молитв и весьма ограничивал какие-то произвольные свои личные молитвы даже не это запрещали но как бы иногда но вырывалась просто вот в конце 91 года уже став священником уже будучи священником на исповеди у секретаря наши и тот священник уже ставится уже он уже лет шестьдесят был священником где-то около 60 лет уже в сане уже то есть кабину уже уже ставится ставится больше 50 точно был священником уже и он настоятельно настаивал я ему опять раскрывался что вот так так что он значит что в том числе моя молитвенная жизнь я вот нет нет да свои словами что-то было высказано нет однозначно отец и все ты уже священник обоися бога значит что все шаг право шаг лево пошли на месте провокации значит все толку по на еженый колье такого по этим ты как священник газа подавать пример тем более пасхи мне такой страх напал вообще нас не сильно я грешу я грешу тем что я молюсь обращать ему своими словами все из того времени я завязал и держал хотя бы были позывы были позывы некоторое время молиться обратиться к богу но я находил такую уловку я из тех молитв из тех молитв обрывки уже как бы подходящие вот эту ситуацию находил как бы и вот обращался все равно богу вроде как бы свои но не свои молитвы этих отцов церкви вот но все равно это было не то и вот в девяносто шестом после вот этого обращения бога ко мне я после этого такого перерыва нарушил религиозный табу я снова назвал его бабочкой что назвал папой так как было до 88 года в моей жизни обычным явлением но потом становился реже и реже вот в девяносто метров все вернулось вот или на ли снова покаялся вновь исповедовался в этом условии и реформация это восстановление того чтобы вы зачали дано нам и по еврейское слово чума означающий покаяние первое значение возвращение то есть вернуться к тому что было изначально дано нам богом самим возвращение к основанию да слава богу и вот сегодня еще момент среди чтения из этих книжек истории есть конечный цикл чтений да вот в православной традиции которая взята была с еврейского еще иудаизма начинается сентября заканчивается сентябрем вот и вот есть глава из книги батия называется на дэх леха то есть это звучит как-то немного странно как бы выходить как бы уходи или выходя выходи уходя уходи как бы выйдя уходи это можно так перевести еще и интересно начинается как раз история в рамо девятнадцатый раздел тот самый батия и сказал бог набра абрама когда еще уходи из страны твоей от родни твоей и из дома отца твоего в страну которую я укажу тебе и я сделаю тебя отцом великим и благоставлю тебя и возвеличу имя твое и ты будешь благословением а я благоставлю благоставляющих тебя а гулящих тебя прогляну и благоставляться тобою будут все племена земли и пошел абрам как повелел ему по пошел с ним и вот а абрам был 75 лет при выходе свою из хорана и взял абрам на сарай жену свою и лота племянника своего вообще-то сарай реальное имя она сарай стала позже чуть то же самое и абрам стал абрагам да уже именно яхве да и голая свое имя часть своего имени вставил в его имя и действительно он стал великим отцом отцом множество народов и мы верующие современные верующие да мы связываем себя тоже с абрамом да и мы говорим что он отец наш по вере наши да вот действительно и сегодня уже было сказано очень хорошо подвигаться на алексей вот действительно что вот благословение аврамов да они сегодня через христа иисуса они нам всем на лыжи принадлежат нам они действительно для верующих всех сегодня и неважно кто ты по национальности какого наречия ты языка племени рода какое родословие твое я понимать или уразумел так что авраам родил исаака исаак родил якова яков родил дальше он пошло поехало родословие и это не просто на слове там того всего это мое родословие если я действительно божий 10 туда это да и а божье рождение авраам конечно он был так испытан безусловно когда бог призвал его приветствую вселом приветствую а володик можно короче авраам был испытан но когда он вышел ему было он был тоже не молодым человеком 75 лет казалось бы да уже такой почтенный дедушка как по возрасту то насчет и жена его сарайте она была уже такая они были как бальзаковского возраста да значит можно так выразиться мягко но по тем временам но самое интересное дальше было в 99 лет уже почти сто лет было уже аврааму когда он стал авраамом когда бог ему дал новое имя и дал обвязание в конце чтения этого истории рассказывается как вот все это произошло и вот и то есть такая довольно такая длинная история этой главы несколько глав и вот чудо в том что бог поместил себя каким-то образом в человека человек в бога процесс начался удивительный процесс бог в человеке человек в боге и когда он путешествовал по пустыне то там ну кроме песка и звезд ничего нет но именно это его и вдохновляло да он смотрел на песок и ему было сказано вот это будет вот так вот и твое потомство смотрел на звезды вот вот столько много будет как этих звезд у нас может не так звезды хорошо видны но там южных широтах это очень красивое зрелище конечно небо все буквально усыпано этими звездами очень все красиво весьма и вот интересно что бог через вот это все аврааму говорил о его великом потомстве то есть смотря на песок смотря на звезды он видел нас интересно и дау бог совершил чудо авраам и браким вот когда он родил родил исаака хотя и он смеялся поначалу как бы и сара смеялась но родился сын смеха но знаете вера она на самом деле порой и смешно как даже нам самим верующим смешно порой неверующим подавно вообще вот как бы знаете ли как это Алексей Ледяев рассказывал значит там в Ригу приехал Николай Нитвара значит снимали квартиру они напротив психбольницы сняли квартиру да значит вот как бы значит ну и как бы так и а он там ходил на проповеду у нас будут там машины значит там вообще бог благословит короче а где ты живешь а вот напротив психушки а все ясно короче ну парень значит дурень думкой богатеет короче ну короче ну прошли годы теперь как у нас все это и есть те же братья подходят 50-ки старые и говорят откуда у тебя все это на резерву оттуда же как бы вот да значит надо было тогда начинать вместе с нами тоже говорить это все значит интересно бог создал все словом вот а рождение а рождение да вот как раз перед служением еще вопрос тоже поднялся думаю не случайно духовного рождение а рождение физическом рождение как мы участвовали в нашем физическом рождении ну наши да папа и мама да вот они нас родили слава богу на наших родителей да значит давшую нам жизнь вот физическую да ну а что от нас требовалось как бы ничего ничего нет но есть там учения некоторые при существовании до как бы оригин там другие христианские мыслители некоторые тему развивали до земного бытия в нашем существовании значит да интересно даже многие легендарные вещи такие есть но все равно по сути ничего от нас не зависит действительно мы родились как в том в одной написке написано было значит там поздно жаловаться родился родился но самое интересное будем не жаловаться будем богу благодарны за жизнь но а духовное рождение рождение свыше вот как бы как мы в этом можем могли бы поучаствовать тоже никак абсолютно не первое наше рождение не второе она ну как бы ну где-то учитывать где-то конечно мы задействованы значит но наши все задействования и в первом рождении физическом и духовном перерождение таком рождением свыше вот это все конечно никак не сравнится с тем что вот сделаю наши мамы и папы и сделал наш бог небесный наш папа вот я помню тот стресс который испытал пережив богу в своей жизни вот 12 лет ну почти 13 лет вот труду и помню тот стресс который испытал уже будучи уже ну снова в тебе вот уже ходил в школу все как бы значит после того происшествия встречи с ним с богом вот и все было нормально все хорошо но я не мог жить прежней жизни мне хотелось с ним общаться потому что однажды пережив его однажды увидев его ну быв с ним невозможно было просто-напросто ну по-другому и я не знал как с ним еще раз пережить встречу у меня даже мысли были глупые такие детские значит слава богу не дошло до этого до исполнения значит я значит даже был готов снова там либо мороженого специально думаю наесть надо простыть специально заболеть потому что у меня первая встреча с богом была в экстремальных условиях просто я ну заболел пневмонии двусторонние воспаление легких и наступила смерть от того что оба легких отекли вот как бы значит и вот момент смерти стал бы меня моментом встречи с богом потом было покаяние ну как покаяние опять-таки прощение возвращение в тело и чудесное исцеление обоих ну я как бы вернувшись я получил еще бонусом еще и вот здоровье значит их не исцеление но если мое физическое воскресение врачи попытались объяснить как бы вот скрытым резервом организма там были чем-то еще вот значит второе дыхание как бы организма ну глупостями всякими значит то очищение обоих легких это нельзя было никак объяснить понимаете ну хорошо даже если у меня там какой-то спирт и оставался резерв какой резерв уже все смерть уже все понимаете оба легких отекли наступила смерть какой резерв может быть вообще ну это просто бред вот но хорошо но я вернулся но не потребовалось больше никакого лечения потому что оба легких были чисты очистились вот и знаете интересно что вот я думал даже надо наверное так я не мог просто без него хотелось хотя бы секундочку ему снова посмотреть глаза мне хотелось вот я не мог без этого просто и ну как с ним я понял что он вот где-то здесь но это такое состояние такое знаете глупое какое-то вот как ты как будто ты спишь и понимаешь что это сон и не можешь проснуться вот я понимаю что потому что я как будто бы лет 13 я проспал вот наконец-то я проснулся и опять я уснул и я понимаю что это сон но как он более реальный чем все то что я знал и все то что знал потом и знаете только было задумался думаю я был готов даже рискнуть на это думаю раз мне повезло как бы он меня воскресил как бы и вернул жизни но может еще раз повезет но даже я был готов рискнуть вот этим даже всем как бы ну чтобы мне хотя бы еще вот хотя бы секундочку вот и просто заглянуть в него вот и и вот той ночью значит после всех этих мыслей в школе в школе значит значит во сне пришел бог я не видел во сне его но он так явно ощущался что вот как будто действительно он там в этом сне был и во сне было показано как игра люди ну одним словом я научился молиться не выходя из тела не надо умирать не надо экстрима можно разговаривать с ним не выходя из тела во сне было показано это как игра какие-то мальчики девочки игра как-то странная игра бог как бы он там присутствовал но он как бы ну ширма не ширма как назвать это не знаю вот значит вот и как бы вот с ним разговариваешь он реагирует как-то и ты ему все рассказываешь он так все это видит что происходит на там как бы ну как полянка не полянка как назвать это не знаю это место ну такое интересное красивое значит и дети там подростки такие как будто они вот разговаривают и он реагирует на это все и вот я тоже попробовал во сне поговорить я ему рассказал как неплохо очень без него вот так вот я эти книги вообще на меня как на дурака мама посмотрела потому что я рассказал что ну кое-что он еще рассказал не все еще ну даже думаю что он был бы если все рассказал вообще что видел Бога что был пред Богом да значит и поэтому иногда молчание все таки золото знаете ли и но я начал просто с того что когда воскресли мне хотелось поговорить об этом думаю мне это повезло думаю я довернулся вот значит но мы же не знали вообще что Бог сейчас существует даже понимаете ли я был в семье атеистической как бы и поэтому даже как бы я думаю я был в такой дурацкой ситуации значит не знаю даже за секунду до смерти а в том что вообще Бог в природе существует как бы что есть какая-то жизнь я думал сейчас вот все конец и я перестану существовать как лампочка перегорит и все как бы все то есть Анаш все конец все значит вот и я улучшил момент когда она одна была со мной то я сказал что мам ты умрешь говорю если ты умрешь ты перестанешь существовать или ты будешь она замолчала это так очень напряженно я говорю а если ты будешь ты не исчезнешь как ты думаешь ты там что увидишь и все она так испугалась у нее чуть не истериковала она трогала мою голову врачи напугали еще что-то может быть не беспосредственно значит там как бы все ну все таки смерть потом как бы оживление какой-то минуты там но все таки это ж могу повлиять я думал у меня галлюцинации какие-то были еще вот и все я все это богу рассказал что мне очень плохо мне не с кем поговорить вот даже значит в школе тоже никого не было на дворе ну кто были друзья товарищи никто о боге вообще даже ну элементарной информации не имел вообще элементарной вот что вообще существует в природе как бы такая дурацкая ситуация вообще понимаете ли вот значит и я там товарищу только этому рассказал так и то тоже так я очень осторожно вот но у нас было много общего ну до моей смерти по крайней мере было много общего потом у меня этого не стало ничего общего я охладил ко всему тому чем раньше увлекался вот еще думаю все эти глупости ему все эти альбомы марок отдавал мне вообще даже уже никак не волновало абсолютно мне другие вещи уже интересовали ну и и мы вместе за одной партой сидели как раз Журавлев я и он гусев такая птичья у нас была партой и нас к доске то одного то другого все время значит летали к доске от него журавлев то гусев и я ему рассказываю ну вот представляешь вот так так а он еще увлекался еще тем чем я не увлекался он увлекался чтением этой фантастики всякой и оооо это и ну поднятия они тебя Серега похитили вообще вообще молчи сейчас молва еще хуже думаю он понял все по-своему короче вот и все вот вот и я богу все это рассказал и во сне так полегчало мне я проснулся налегке знаете ли не заплаканным никакой проснулся как прежней ночи мне было так а здесь понимаете плохо было потому что все хорошо да мама папа все хорошо все замечательно как бы на школу все хорошо но без него уже все уже жизнь была не мила уже просто понимаете значит и и вот проснулся хорошо мне я помню как попробовал первый раз вот я даже внесал снова молитвы ну поговорить с ним и он понял можно без мороженого без смерти без экстрима без вот того чтобы умирать и возвращаться можно поговорить с ним как вот во сне же это получилось тем более такое было сильное такое знаете ли вот присутствие вот этого да и такое было сильное вот это переживание как действительности как будто было по-настоящему не по-настоящему правда что как будто как будто все это было и я себя заставлял это было очень рано еще ну потемную еще вот еще значит и задолго до будильника значит и я попробовал значит вот это сделать заставлял себя тяжело очень было думаю знаете как нурак сижу значит вот и говорю с тем кого нету не вижу я я понимаю что он везде но он он сейчас здесь но вот как хотя бы что-то должно быть что ну как бы к чему я обращаюсь кто-то и вот ну думаю в конце концов значит никого нет я закрылся если что даже если опозорюсь потом лишь сам собой опозорюсь и я начал говорить бог я даже не помню как начало помню что бог сказал и помню что наподобие как прием это я Сережа как слышишь как бы ну ну вроде как бы так что-то такое знаете как типа да вот прием знаете Юстус Центр Центр Юстуса что-то такое было вот у нас был сеанс связи такой ну и я ему все это рассказал вот поначалу было тяжело потом стало легко я ему все стал рассказывать когда все рассказал говорю спасибо ну до встречи в эфире как говорится вот вечером говорю снова поговорим фу и так так хорошо стало здорово вообще я так познатили и весь день прошел уже в такой эйфории так хорошо было вообще-то классно вот и вот дальше было больше второй сон был вообще еще более вообще сногсшибающим во втором сне я не буду так подробно рассказывать потому что уже так много свидетельств и слишком надо вот во втором сне я узнал что он мой папа это было знаете там все тогда не было сериалов это потом уже появились уже там у нас там появились на экранах сериалы там вот там все сериалы отдыхают вообще представьте когда человек растет да он еще там мама, папа, семья все и вдруг родители подзывают его и сын мы хотим тебя открыть тайну в общем-то ты не наш сын как я же мама, папа да, ну понятно мы тебя воспитали но у тебя есть отец который там за океаном Рокфеллер и прочее, прочее, прочее вот так получилось попал ты в советский союз короче вот все эти сериалы они отдыхают просто в сравнении с тем что было представляете у меня папа мама все семья у меня даже мысли не было что кого-то еще папой называть представляете и вдруг во сне я называю его папой называю папочкой и он мой отец притом настолько я просыпаюсь вот это да и во сне обращался к нему как к папе и я понимал что мне очень хочется и в яхе это все произнести сказать ему это ну каково думаю сейчас не таково ахххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ой, короче, его папой называл, и так здорово было вообще, я буквально летал, те дни я буквально летал, и несколько месяцев подряд после того, я во сне много чего узнал, даже, наверное, слишком много, многое из того, что узнал, но уже исполнилось, некоторые вещи еще не исполнились, видел себя взрослого, будущее видел, длинные одежды, я ни разу папа не видел, ни священник никого, вот, я думал, наверное, шинель такая, как бы, мне показалось, думаю, ну почему бородка, думаю, военные, насколько их есть, они все бреются, у нас не было никакого борода, как-то странно все, да, это, когда чуть со стороны, вот, значит, и, да, длинные одежды, может, как шинель, не шинель, ну, напомнило мне, знаете, как, Железный Феликс, там, еще какие-то там, блин, такие, длинные шинели такие, вот такие вот, странно, как сейчас такие шинели не носят уже, ну, я и СМИ чекистов, как бы, значит, у меня там офицеры, значит, там, значит, и, как бы, то есть, в принципе, как бы, и родственники, и знакомые были, но, как бы, но, понимаете ли, да, ветераны МКВД, у нас там дедушка-бабушка, значит, там, и, как бы, вот, и, понимаете, значит, но, вот, чтобы я был в шинелье, но я вас не это видел, а это потом исполнилось уже, будучи священником, где-то, в Рязанской области, да, уже в будущем на приходе, у меня было такое деживю, как бы, ну, надо же, первый раз в селе в этом, мне направили на БДСБ, быть настоятелем храма, там, значит, думаю, стоп, у меня деживю, я точно, я реально здесь был, я думаю, стоп, я здесь был точно, сейчас зайду за эти дома, и там будет улица, и такая, и такая дорога, так как Илья, я зашел точно, один к одному, сто процентов, я здесь никогда не был в жизни, вообще, я точно знал, что это, это дорога, эти улицы, и вдруг до меня дошло, я вспомнил, стоп, я же пацаном еще, это все видел, только я видел, чуть со стороны, как бы, да, получается, и себя, и эту улицу, поэтому я видел немного, чуть по-другому, в другой перспективе, в другого ракурса, думаю, вот это, да, точно, и вспомнил, да, точно, Бог, чтобы Бог показал все исполнилось, и я был в рясе, думаю, стоп, это не шунем, это ряса, и вот почему не оборотка, думаю, все, это не бородатое священие, не бородатый военный, это священие в длинной рясе, вот, и все, так все стало на свои места, как бы, тогда недоумение было просто, вот, и многие другие вещи стали очень явными, вот, и, знаете, ну, почему я это рассказываю, как бы, ну, Богу не лишний раз спасибо сказать это, хорошо, вот, значит, во-вторых, что наша вера, вообще вера, она сверхъестественна, вот, но еще скажу, что для, вот, рождения, ну, от человека, ну, как бы, ничего, все Бог, Он нас родил, Он нас рождает, Он нас спасает, и... Я лишь одну могу сказать, как вот в той песне поется, а, да? О, благоподать, спасен Тобой, я из почины бед, был мертв, но чудо, я живой, был слеп, но вижу свет... И, действительно, Божья, это благодать, и жизнь вечная во Христе Иисусе, и благостовение Авраамова, которое мы читали, там, благоставляющих, благостовлю, да, гулящих, там, или пленающих, проклянув, знаете ли, они происходят. Значит, мы когда в Тулу переехали, там, ну, некоторые вещи, не знаю, там, один священник, он говорит, что все, узнал, что Журалев переехал, все, и не будет здесь. Поехал в отпуск, и с отпуска приеду, и разберусь с ним, он такой мафиозный был, вот, там, в прокуратуре дверь на камеру открывал, вот, такой, например, такой батюш. И из отпуска его в гробу привезли, представляете, значит, он увлекался там плаванием, значит, и, короче, его тело будут нашли. Как потом выяснилось, недавно тоже мы, там, буквально, года три назад, тоже, меньше, тоже, в очередной раз, там, священники заказали меня, значит, одному киллеру, вот. А тут, не будь дурак, стал выяснять кое-что. Потом выяснилось, что, оказывается, он должен был меня убить, а его должны были убить другие, там, товарищи. И, короче, он не сделал заказ, и, наоборот, даже братья, бывшие криминальные люди, которые занимались этим всем, но уже покаялись уже, потом мне рассказывали эту историю, надо же, говорит, вот, он даже, наоборот, даже стал за тебя, как бы, вроде, наступаться, даже, тот бандит. Что, значит, что, если там папа-то потрунется, то я, вот, все, короче, обнародуем. Вот, значит, и интересная вещь такая, да, у нас же, живешь, не знаешь, значит, а за тобой, да, кто-то хочет убить, кто-то хочет проглясть, но, ну, понимаете ли, если даже волосы у нас все, наоборот, защитены, и все дни назначены, да, бог, он не ошибается в счете. Знаете ли, он все действительно хэшбонда, он все подсчитывает. Вот. И, ну, просто наша жизнь, вся это одно большое чудо. И очень искренне жалко тех, кто не ведет, что творят. Люди, которые, ну, просто, ну, просто не познают его милость. Хотя, с другой стороны, знаете ли, все от Бога. Все от Бога. Вот. И хочу Бога поблагодарить за все, конечно. Вот. Он, то, что было прочитано отцом Алексеем, конечно, кремлинам, вот, с пятой главы, это, на самом деле, вот, чудо Божьего Евангелия, как вот проповедники рассказывали на встречах там этих, что каким-то образом удивительным, только лишь Богу известным образом, вот, вот, в одну главу уместилось все Евангелие. Весь Новый Завет уместился. Вот. И написано здесь, что, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божьей. Интересно, верою, верою Авраам и верою мы, да, то есть, получается, мы тоже как-то участвуем в этом процессе, благостовенном процессе. Но виновником этого процесса, его первоисточником, сам Бог является святой. И для нашего спасения, на самом деле, нам это бесплатно. Но это, как вот было сказано очень хорошо сегодня, не бесплатно было для Иисуса. Для самого Бога это стоило всей его жизни. И, конечно, показывают страшные картины, иконы, фильмы снимают. Значит, Мелл Гюксен, однако, не чувствует страсти Христовой. Там такие ужасники. Действительно, страшно. Показана эта правда, как он умирал. Но, знаете ли, другие люди физически порой бывают, страдают и больше. Даже Билат удивился, что Иисус-то он здоровый, ими был, значит, крепкий, значит, и что, и уже умер. Ему даже, когда донесли, что он же умер уже. Как-то странно было, потому что он должен был еще страдать, во всей видимости. Потому что тем двоим приговоренным к смерти, этим разбойникам, им пришлось перебить боли, чтобы они от болевого ушел, и от души, и всего. Ну, короче, умерли побыстрее. Потому что наступал праздник, и нельзя было тело оставлять. Поэтому решено было ускорить процесс смерти. А вообще, люди порой днями страдали. Вот, значит, по несколько дней есть много свидетельств интересных таких. Ну, как бы страшно, конечно. Вот, Рим знал толк смертной казни. Вот, значит, и когда вот восстание Спартака, допустим, было подавлено, да, то, значит, вся дорога была к Риму, уставлена крестами. И там тысячи рабов были, сотни гладиаторов, известно, были распяты, взятых в плен регионами римскими. Некоторые по несколько дней страдали. Было, что почти неделя человек выдержал на кресте. Это невероятно просто. Вот, значит, сильнейшее сердце, это просто, ну, человек, ну, с быщим сердцем буквально, как бы, да, и умираем очень долго. Люди страдали побольше, чем Иисус страдал. И по протяжении времени их избивали не меньше, чем Иисуса избивали. Потому что многие гладиаторов перед тем распятием их стягали этими вот раз римскими этими плетками. Вот, значит, и насчет венца неизвестно, вряд ли кому-то приходила идея такая. Вот, значит, насчет венца. Но насчет стягать римляне тоже знали толк. Вот, да? Вот, и плюсы, как? Зверей. Львов запускали. А, нет, ну это уже в театрах, да, в театрах, да. А вот именно показная казнь устрашающая. Рим считал, что нужно всех остальных рабов напугать так, чтобы больше никому даже такая мысль шальная не приходила в голову воставать против Рима. Поэтому демонстративно из уродов летелаете и пригвозили ко крестам специально, чтобы вот все смотрели и видели. Урок был такой для всех рабов, чтобы молчить и все. Вот, значит, и Иисус, то есть Он страдал сильно, серьезно, но даже в истории и до Него человечества, и после Него уже, были страдальцы, намного большие страдальцы, пострадавшие намного больше физически, чисто физиологически. Но страдания Иисуса, они включают в себя также страдания в большей степени, даже не просто физические страдания, а страдания за грехи наши, болезни наши, немощи наши. И сердце его разорвалось. Вот, то есть, сегодня медики, прочитывая Евангелие, да, утверждают, что Он не от души, потому что удар контрольный копьем был произведен, и кровь и вода истекли. И однозначно, медики заключают, потом логонатомы все однозначно там, что это у Него был разрыв сердца. Я не верю, что сердце Иисуса было больное, с врожденным порогом или каким-то еще, нет, Он беспорочен был, и снаружи, и снутри. Он был чист, значит, сердце было здоровое. Но разорвалось оно, но за нас, за всех, за нас, потому что Он взял нас, Он на кресте был и наркоманом, и проституткой, и алкоголиком, значит, и бедофилом, и казнокрадом, значит, коррупционером, значит, всем-всем-всем. Он все взял на себя, абсолютно все взял на себя. Вот, значит, и взял на себя все урозство этого мира, вот, мыслимое и немыслимое просто-напросто. И вот это страшное, все это зло этого мира просто разорвало его сердце, действительно. Наступила смерть его. Вот, и, значит, и действительно вот этот контрольный удар копьем он показал, написано, не даром пишет, наверное, правда, что и мы видели, вот, и заследили, что это было, так оно и было. Вот, а потом эти похороны, и, а потом чудесное, сверхъестественное воскресение, воскрешение из мертвых. Это просто удостоверение было и божественности, и вообще сверхъестественности, и спасения нашего, что действительно, это действительно Божий дар во Христе Иисусе. И написано, что Он был принят за грехи наши, да, и воскрес, что для оправдания нашего. Воскрес не, чтобы нам было хуже, а чтобы было лучше, чтобы мы были оправданы. Оправданно предатцом, оправданно пред Богом. Не всегда. То есть Иисус, смотря на меня, Он смотрит уже не на просто Сережа, или кого, а Он смотрит на Иисуса. Сам Сын Его, Иисус, Ишо, Он действительно и во мне, и на мне каким-то образом, я не знаю, на каждом верующем. Каждый, кто призовет, имя Господне спасется. Бог совершил чудо. Я не устану просто об этом тоже напоминать. Здесь же как раз и сравнивается, очень красиво, очень красиво сравнивается Иисус с Адамом. Знаете, мне еще чем понравилось вот эти рассуждения, я, честно говоря, много проповедников разных слушал, в разных конфессиях. Но когда Джозеф, да? Джозеф, в принципе, да? Да, да, да. Джозеф, Джозеф. Вот когда я его слушал, я удивился, надо же, просто я ни у кого больше не слышал такие вещи. Ну, может, где-то кто-то и говорил такое, просто я это не слышал. Но то, что только, ну, как бы, я не понимаете ли, то, что и как я понимал, и вдруг я услышал из уст его с кафедры предогромным собранием, он говорит открыто, публично, вообще даже, как бы, вот это, да, думаю, удивительно. И в той программе, в которой вначале вспоминал я, значит, с этим, с другим автором, с внуком Джозефа Миккерсона, да, он внук, Коннет Коблин, да, 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 внук его. Вот, интересная очень такая программа, такая, она действительно много стоит. Вот, вроде, простая такая программа, телевизионная программа христианская, но, вот, Бог помазал так вот, открыть такие истины, такие, в такой простоте. Вот, это, удивительно, конечно, великая в малом таком. Вот, значит, и там прозвучала мысль тоже, что, действительно, что даже вот эта пятая глава кремлинам, допустим, да, и вообще, новый завет, он, по сути, еще не раскрыт до конца, то есть, он только раскрывается еще. И вот, действительно, уже два тысячи лет назад все это было провозглашено, все было уже сказано, уже писано, переписано уже, но сегодняшним днем вдруг мы для себя открываем, ну, просто чудо, божье чудо. Вот, а вообще-то, там говорится, что Бог во Христе примирил с Собою мир. Нет. вообще, понимаете ли, даже все эти споры, межконфессиональные всякие споры, чья вера, правильные, там, неправильные, там, православные, кривославные, там, еще, они на самом деле настолько глупо выглядят в свете Божьего Слова, которое говорит, что не просто, там, православных, кривославных, там, католиков, протестантов, значит, кого-то еще, там, значит, мусульман, там, иудеев, кого-то еще, Бог возлюбил весь мир и отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И в послании к именам, там, в других местах в Писании раскрывается вот эта глубина вот этого послания Божественной Любви, что он действительно весь этот мир не вменяя людям и в решение их. То есть люди прощены. Человеческий род прощен, просто-напросто прощен. Вот. Хотя посмотришь на себя, на окружающих, вот физически, как бы смотришь что-то здесь не так. А потом, да, пусть это глупо как-то выглядит и звучит порой, но действительно, с чем согласиться? С тем, согласиться, что я, как вот человек, да, могу видеть, пощупать, потрогать, посмотреть, услышать или согласиться с тем, что Бог говорит. Тяжело. это как на воду наступить, чтобы пройтись по воде. Представляете, вот скажете, если Днепров, да, редко какая птица, долетели до середины, да, она сюда, а попробует добежать. Вот так, просто взять, чтеп, чтеп, чтеп. Думаю, да, думаю, ага, интересно. Вот, а здесь нечто вроде похожее, да, наступить на воду и пойти по ней. Вот именно, когда согласиться со словами не других людей, да, не со словами, там, ну, даже своими, там, мнениями, там, а со словом его, с его мнением согласиться. А его мнение совсем иное, даже, порой очень сильно диаметрально противоположно, там, мнению людей вообще. А Бог нас видит всех как своих возлюбленных, обращается к тебе, к твоей душе, возлюбленная дочь, мой там, возлюбленный брат, мой там, друг мой, значит, сын мой, сестра моя, матерь моя, то есть, он, вообще-то, то есть, для него совсем другое мы представляем, вообще, нечто иное. Вот, и мы не просто вот, гомосапиенс, да, не просто, вот мы на этой земле живем, вот, разумные, да, или, гоморолигарры, еще вот есть выражение, человек религиозный, тоже свойственный человек, кроме разума, еще и религиозный свойственный человек любому, потому что даже до сих пор не найден народ, атеист, допустим, такой, в природе, такой, навесную, знаете ли, пытались селекционно, искусственно вывести такую породу человеческую, но, как бы, не получилось ничего, потому что все равно человек, он как бы, это как, когда лектор там, паттеизму, там, час, два, три, там, аудитории, значит, что, значит, Бога нет, все, поняли, поняли, спасибо, ну, и слава Богу. Так что, оно все равно, оно как, крути-некрути, даже если асфальтирует эту землю, все равно пробьется, все равно пробьется, жизнь побеждает, то, что в человеке, это никуда не денется, человек, ему свойственно, действительно, религиозность, значит, но, но, несмотря на нашу разумность и религиозность, есть тот, кто выше всего этого и над всем этим, и порой нам нужно действовать помимо своей религиозности, помимо своей разумности, вот, именно, полагаясь на его разум, полагаясь на его веру, хорошо, благоставляя Бога всемогущего, и вот, словами, посему, как преступлением одного всем человеком осуждения, наш пра-пра-пра, отец Адам, вот, с пра-пра-пра-матерью Евой, вот, были неправы, и через Адама, того, старого Адама, ветхого Адама, всем человеком написано осуждение, там, хочешь не хочешь, родился, значит, ты уже, как бы, наследник Абрама, вот, и тебе уже передалась эта зараза, вот, вся, то, что от Адама, вот, евреи называли это, и называют это злым началом, это ра, злое начало, в христианстве обычно называется первородным грехом, первородным грехом, но это, я говорю, хрен резкий не слаще, это все одного поля ягода, это все нечисть, которая поселилась в человеке, и уже никуда этого не деться, это, не знаю, это, а что дальше, так правдую одного, всем человеком оправданий к жизни, удивительно, как вот тогда, после Адама, до Христа Иисуса, были разные люди, праведные, неправедные, святые, грешные, разные, но все несли на себе некую печать, вот этого греха и проклятия, беззакония, сейчас, после Иисуса Христа, вот эти два тысячелетия, тоже, всякие люди, грешники, праведники, святые, не святые, всякие, но, Евангелие в том, что все уже люди, независимо от всего, даже если ты там, Гитлер, Сталин, Муссолини, Чикатило, там, в Арктиде, какой-то, я знаю, короче, все вместе, разворвал всю страну, может быть, злодеи, там, мирового масштаба, может быть, да, все равно, ты на себе несешь уже печать, другую, нового Адама, вот это да, за что, а просто так, для нас, а для него это было не просто так, для него это было и его решением, по спасению рода человеческого, по спасению, всего, людства, всего человечества, через Иисуса Христа, но блаженны те, кто действительно, пользуясь правом определенным, да, человеческим правом, элементарным правом выбора, вот выбирают жизнь, блаженны, потому что тогда, вот все эти божьи обетования, они начинают действовать в человеке, несчастны те, кто, ну, локти кусает уже, предматери, когда, уже поздно перед вожем, и уже все поезд ушел, когда человек уже пересекает последнюю черту, нить обрывается, жизнь, как говорится, да, все, уходит человек, я, вот, я расскажу, как вот, я рассказывал, как я умирал, в прошлые разы много рассказывал, свидетельствовал, но я не устану напоминать об этом, что, я в одной церкви даже рассказывал, и спрашивал, ну, поняли, как вот человек помирает, допустим, поняли, вы ничего не помните, вот помрете, померете сразу, это сто процентов, значит, ну, потому что словами это не передать все равно, вот, вот, но я лишь одно хочу донести, что я очень глупо себя чувствовал, не имея в Боге никакого представления вообще, пусть там мусульманского, иудейского, христианского, какого-нибудь, хотя бы хоть какого-то представления о Боге, вообще, что Он существует в природе, не имея никакого представления, но оказавшись вдруг перед Ним, вот, и знаете, слава Богу, что Господь, Он сегодня дает нам такую благодать, узнавать Его, познавать Его, в разных религиозных традициях, конечно, по-разному Богу раскрывают, очень по-разному, мои родственники, многие, они стали очень активными прихожанами мечетей, у меня большая мусульманского дня, по матери, значит, Ибрагимова, Ахмеда, многие стали вот такими активными прихожанами, вот, я вот, когда в последний раз был в Казани, у своего брата двоюродного, Ренат, вот, он стал в такую радикальную даже мечеть ходить, не просто даже такая более либеральная, такая радикальная, у него холодильник, только дальше там все халяль, вот, значит, у него, как бы, там у него такой коврик у него постоянно, он там по часам молится, все у него, как бы, брат приехал, как бы, мы редко видимся, но мы, извини, у нас сейчас уже, буквально через минуту уже время молитвы, раз, намаз совершил, опять, опять чай киряк, когда и общаемся, надо же, интересно, раньше был простой пацан, ничего вообще боги не знали, все наше мусульманство было, ну, только обрезание, подмывание, не знаю, абу-байрам, мясо ели, татар-базар, как говорится, и прочее, но, понимаете, мой дедушка, Галия Хмед, он всех мальчиков у нас там обрезал, татарских, значит, ну, как бы, но это у нас не было связано даже с религией, как бы, то есть, понимаете ли, у нас-то мечетник не было еще ни раз тогда, тогда, в советское время, а сейчас стали ходить, стали многие, вот, не нацарфабляться, как бы, вмечеваться, или как называется, но, но понимаете, значит, тоже, значит, мы с Ренаткой пообщались тоже, я им всем там подписал там эти инжилы, новые заветы, вот, на татарском языке, значит, и тоже сравнивали с Кораном так чуть-чуть, вот, и я ему говорю так вот, что есть, вот, в Коране, насколько я знаю, да, 99 имен Бога, они все есть, в общем-то, и Библия нашей, то есть, это, что он всемогущий, все силы, титулы больше имеется в виду, судья, там, праведный, там, значит, любящий, ну, то есть, вот, всех этих характеристик в Коране почитали 99 всего, и я, Ренатка, сказал, что, говорю, и Рашиду, потом, другим там, братям тоже сказал, что, знаете, говорю, значит, вот, все-таки, вот, 99, но не хватает одного, но для меня, самого важного, самого великого, какого? Отец, Отец, потому что, даже наоборот, даже в Коране, там есть такой аят, один стишок такой, его по-разному переводят, но суть всегда одна и та же, и у меня есть разные переводы уже этих Коранов, но суть такая, что нельзя человеку, да, назвать Бога своим отцом, то есть, вот, там по-разному переводят, ну, там, перевод Крачковского, есть, там, и других переводов, классических, перевода смыслов Корана, и там, говорится, отцом для смерти, не называй его, но, но, говорю, братья, говорю, у меня, наоборот, было переживание, в первую очередь, даже не и так, можно и сяк назвать Бога, но, в первую очередь, он мой отец, все остальное, даже если твой отец, он президент сверхдержавы, даже если он имеет, там, значит, власть, генеральный, там, главнокомандующий их главный, генералиссимус какой-то еще, вот, для тебя он, в первую очередь, не погоны, и не положение его, в первую очередь, он твой отец, и для меня, я говорю, да, он Бог, он всесильный, он судья, он праведный, да, это все, все есть в нем, он многогранная личность, просто, действительно, просто, уму непостижимая, человеческому, знаете ли, смертному, но, но, во всем этом многогране, все эти погоны, и титулы, и регалии, да, да, и вот, все это, ничто, по сути, для меня, в сравнении с этим основным, для меня, самым великим, что он мой отец, что он мой отец, и до Христа, до Иисуса, до нашей эры, тоже в еврейских молитвах многих, звучало уже это, отец наш, который на небесах, да, авину молкея нам шефаршана им, то есть, отец наш, который на небесах, значит, и в Библии, и в Ветхом Завете, также говорится, о отцовстве Бога, но, в Новом Завете, по-новому, эта мысль зазвучала уже, да, когда говорится, что Дух уже поселяется в нас, Христос в нас поселяется, и, что Дух этот взывает к Богу, ава, отче, то есть, папочка, папонька, папа, папочка, папуленька, татузь, татузь в украинский, татузь, татучка, татузь, вот, что о ава, оно так и переводится, буквально, вот, была группа такая, ава, да, вот, надо такую уже конфессию начинать, абба, папочка, но дело не в конфессии, конечно, не в названиях, вообще, хорошее название, так, представьте, служение абба, да, или что-то такое, но, я во Львове проповедовал, значит, там, значит, тоже, эту тему затронул, у них церковь, Агапа называется, Агапа, мне очень тоже была, да, любовь такая, мне очень нравится название тоже, а потом пастор говорит, что, вот, я бы даже аббой назвал бы, да, все-таки, потребность обратиться к нему, как к своему отцу, когда Иисуса спросили, как же нам молиться, Он сказал, молитесь так, отец мой, который, наш отец, вот так, приватно, мой, который на небесах, но что-то произошло, после того, как Он умер и воскрес, после того, как Дух Святой сошел на церковь, на ту первую мессианскую общину, которая в Иерусалиме ожидала обечанного Отца, Дух поселился не просто на нас, а поселился в нас верующих, проникая в нас, в глубину нашу, вот, и проникнув в глубину, Он, вот именно, взывает к отцу, вот таким образом, даже не просто отец, а папочка, папуленькая, папенькая, это самое великое, самое драгоценное, спасибо Господь за все, спасибо Боже, благослови нас, отец наш, благослови Господь, я люблю тебя, твой небесный папочка, а потом еще, как бы отзывком, я люблю тебя всегда, твой небесный папа, вот это настолько у меня вот это слово, просто, а потом дальше, следующее слово, я искупил тебя, вот так можно перевести, это не просто перевести, это, оно, вот это так прозвучало, это и не на русском, это и, я даже не знаю, как это прозвучало, знаете, потому что, вот, что я полностью выкуплен, и дальше, твой брат, Иисус Христос, я настолько, это вторая, и третья, следом, после этого, третья, я всегда с тобой, Божий Дух Святой, попасть такая, и я, я поэтому после этих трех мыслей, трех этих откровений, просто вскочил просто вообще, тот же, я уже не мог уже все, и спать уже все, и нечем другом не мог думать просто вообще, настолько, фу, если Бог за меня, то все равно кто против, или как один проповедник говорил, если Бог за нас, то кто же за них, вот, и, а другой проповедник сказал, что если Бог за нас, то все равно кто против нас, вот, и, знаете, Это самое великое, думаю, откровение, которое я получил. Спасибо, Господь, за все. Благослови нас, распусти с миром сегодня, опустившись, шалом твоем мир, будет в наших сердцах, в нашей жизни паке и паке. Что называется, снова и снова благословляем Женю, в его сейчас возвращение домой, все его хлопоты, переживания. Боже, все урегулируй и прославься в его судьбе, Господь. Сделаем мы сегодня подарки, Господь, решили все эти вопросы, проблемы во имя Иисуса Христа. Слава тебе за все, Господь. Благослови всех нас, Боже, пусть твой шалом пребудет и в нас, и через нас в этот мир, как свет твой, как соль твоя осоляющая. Слава тебе, Боже наш. Да благослови тебя, Господь, и сохрани тебя, да призрит на тебя, Господь. Светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь. Лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым мы спасены. Бог святой, спасибо. Спасибо за это собрание, спасибо, Господь, за твое блаженное присутствие и в нас, верующих, и среди нас, в общине святой твоей. Боже, потому что ты действительно подтверждаешь свое слово, свое обещание. Когда мы собираемся в любви к тебе, Господь, во имя Твое, Боже, объединенной Твоей любовью, Господь, Боже, Твоим словом, то ты пребываешь во всей своей полноте среди нас. Благословен ты, Господь, Бог наш, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якуба, Бог патриархов, Бог пророков и царей, Бог Отец наш всех народов земли через Спасителя Иисуса, примиривший с Собою весь мир. Слава тебе! Боже, в это время излияние Духа Твоего Святого, в это время благодати Твоей сильнейшей, Боже, великая честь жить и действовать, великая честь, Боже, быть частью великих Твоих планов на этой земле, Боже, благослови Украину, Боже, благослови Киев, как эпицентр этого огромнейшего пробуждения, Господь. Благослови, Господь, напрасно метутся народы и замышляют тщетное, Боже, напрасно казнокрады разворовывают страну, напрасно коррупционеры радуются, напрасно нечестивые не чествуют, Господь, Боже, потому что Твоя правда вовек, потому что Господь, Боже, народ Твой благоставляет, Боже, великое имя Твое, и Ты совершаешь великие Свои деяния, Боже наш, Тебе вся слава и хвала, Господь. Пусть действительно прославится Твое имя Святое здесь, на этой земле, как никогда ранее. Иисусу слава, Иисусу слава, Луная песня над спилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Співає вільна Україна, Песня над спилами Днепра. Иисусу слава, 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 иисусу сл Иисусу слава! Иисусу слава! Иисус Христос, Иисусу слава! Иисусу слава! Луная песня на спилами Днепра! Иисусу слава! 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 Иисусу слава!